До недавнего времени пустые и безжизненные. Сотни комнат, общежитий и Эрниту теперь в распоряжении новых постояльцев. Одни из первых заселившихся первокурсников – эти два брата. Приехали из отдаленного района и хотят получить в Эрниту техническое образование. Жизнь вдали от родных для обоих в новинку. Всю жизнь как бы дома, нигде не жил так отдельно. Думаю, понравится, все устроит. Я думал, это будет похуже чуть-чуть, но здесь хорошо оказалось. Условия, конечно, не домашние, но все самое необходимое для комфортного проживания есть. И даже более чем. Их общежитие – одно из полностью отремонтированных и заметно посвежевших. В прошлом году был закончен ремонт в нашем общежитии. Мебель у нас вся свежая. На каждого рассчитана тумбочка прикроватная, большой шкаф, три стола, кухонный стол, полки. Все удобно для проживания. Главный плюс жизни в общежитии, который ребятам еще предстоит оценить – близость от учебных корпусов. Пара минут пешком – и ты уже на лекции. А еще общага – это помощь студенческого сообщества. Соседей, с которыми предстоит делить одну крышу над головой, они советом выручат и даже едой поделятся. В общежитии жить классно. Быстро привыкаешь. Привыкаешь именно к людям, которые здесь находятся, к ребятам, которые тебе готовы всегда помочь. В общежитии намного лучше жить, чем дома, мне кажется. Свои ключи к самостоятельной жизни получили будущие самолетостроители, химики, архитекторы, дизайнеры, журналисты. Помимо комнаты для учебы и отдыха, в их распоряжении теперь весь кампус, в котором помимо двух десятков общежитий, комбинат питания, спортивные центры и сооружения, почти все учебные корпуса и лаборатории. Ну, пока что мне все нравится и я надеюсь, что у меня будет здесь интересная жизнь, в которой будет много событий, которые мне запомнятся. Бодрые в атаки первокурсников теперь осталось только влиться в политеховскую семью. Для этого в Студгородке в сентябре устраивают обряд посвящения в соседи. Он открывает череду конкурсов и праздников общежитий, которые сопровождают студенческую жизнь весь учебный год.